На днях Дина Саева вышла в прямой эфир со своими подписчиками. Там звезда ТикТока призналась, что уже два дня сидит на антидепрессантах. Нужно признать, что у ТикТок-звезды есть причины для приема таких лекарственных препаратов. В этом выпуске мы хотели бы рассказать вам, почему на самом деле Дина удалила свои соцсети. Это в реках, погнали! Дина Саева удалила или скрыла абсолютно все свои видео в ТикТоке и временно заморозила свою страницу в Инстаграм. Чтобы объяснить происходящее, Дина вышла вчера в прямой эфир в Инстаграме. Она была в очень подавленном состоянии, но нашла силы рассказать, что случилось. Вот одна из ее цитат. «Когда у меня хорошее настроение, я всегда им делюсь. Я улыбаюсь. Когда у меня грустное настроение, я показываю, что мне грустно. Я не давлю на жалость». «Слова, которые говорят, это не весело. Я никому не пожелаю такого. Никому не пожелаю, чтобы кто-то прожил ту жизнь, которую я прожила. Это не весело». «Пожалуйста, не травите людей, когда они в таком состоянии». «И я просто хочу вам сказать, что когда ты пьешь антидепрессанты, тебя мажут так, что ты не то чтобы говорить не хочешь, ты жить не хочешь. Но ни в коем случае не говорю и не намекаю насчет каких-то историй про…» Оказывается, причиной такого состояния стала травля в сети. Вот еще одна ее цитата. «Не знаю, как мне докатилось до этого состояния. В какой-то момент начался буллинг, и в итоге это превратилось в огромный комок, который я пытаюсь разобрать. Но люди бьют по больным точкам». «Никому не пожелаю, чтобы кто-то прожил ту жизнь, которую я прожила». «Это не весело». «Есть стрессоустойчивые люди, есть нестрессоустойчивые люди. Я отношусь ко второму варианту». «Я даже не понимаю, что я несу. Но просто хочу вам сказать, что когда ты пьешь антидепрессанты, ты в принципе ничего не понимаешь». Вчера в своих сторис Дина попрощалась на время с подписчиками, но никто и не думал, что все так серьезно. Дина также добавила, что ни в коем случае не пытается давить на жалость. И это понятно, скрывать столько чувств очень тяжело. Напомню, что известная тиктокерша уже пропадала из сети радиоотдыха. В январе этого года пиар-директор блогерши Дины Саевой, которую в сети называют королевой тикток, Максим Задворнов, прокомментировал слухи о том, что девушка собирается пройти рехаб. В разговоре со Стархитом он проверк информацию о том, что она проходит курс лечения в наркологической клинике. «Дина находится в обычном российском санатории, а не в рехабе или какой-то специализированной клинике», – сообщил Задворнов. По его словам, Саева решила отвлечься от работы и восстановить силы. Он заверил, что блогерша сама выбрала санаторий и поехала туда. «Ей, конечно, не хочется расставаться с подписчиками, но для отдыха это нужно иногда делать», – заключил Задворнов. Слухи о том, что Саева планирует пройти рехаб, появились после ее рассказа о предстоящей поездке в санаторий. Блогерша предупредила, что пропадает на 20 дней. Эта информация насторожила ее подписчиков. Решив, что в санатории действует запрет на пользование интернетом, некоторые посчитали, что на самом деле Саева отправляется в наркологическую клинику. Ранее журналисты Forbes составили рейтинг 10 самых богатых русскоязычных тиктокеров. Аналитики подсчитали общий объем выплат инфлюенсерам из тиктока от рекламодателей и музыкальных лейблов за год. Саева заняла в рейтинге второе место. По подсчетам аналитиков, с июля 2019-го за 12 месяцев она заработала с помощью тиктока 4,9 миллиона рублей. Такая популярность, как оказалось, несет не только приятный бонус в виде денег, но еще и армии хейтеров, которые находят любую причину, чтобы осудить звезду. Три месяца назад 21-летняя звезда тиктока Дина Саева стала гостей шоу Comedy Club на телеканале ТНТ. После выхода отрывка выпуска с ее участием, пользователи YouTube обрушились с критикой в адрес юной звезды. Резиденты Comedy Club Гарик Харламов и Павел Воля провели интерактив с гостями программы в лучших традициях шоу, отпуская шутки в адрес приглашенных звезд. Но в этот раз безобидные шутки юмористов обернулись для гостей массовой травлей в сети. Все дело в том, что несмотря на свою популярность и аудиторию более 17 миллионов человек в тиктоке, Дина Саева растерялась на съемках выпуска и не поняла шуток Харламова и Воли в свой адрес. В комментариях под выпуском пользователи обвинили блогершу в безграмотности, в низком уровне интеллектуальных способностей, аргументируя тем, что она является блогером тикток и не имеет высшего образования. Сама Дина не стала молча переносить оскорбления в свой адрес и обратилась к аудитории со страницы своего блога в Instagram. Девушка напомнила, что она из скромной семьи и объяснила ситуацию на съемках обычной боязнью камер и растерянностью. Дина отметила, что ее очень огорчает тот факт, что взрослые образованные пользователи сети набросились с неконструктивной критикой в адрес 21-летней девушки. Кроме того, звезда тикток ответила на обвинения в отсутствии высшего образования. Она отметила, что ее жизненные приоритеты отличны от общих принятых и время, которое в ее возрасте большинство посвящают получению образования и диплома, она потратила на создание карьеры и обеспечению хорошей жизни своей семьи. Конечно, все вы в курсе конфликтов, которые возникают между популярной блогершей и частью ее мусульманской аудитории. Это наносит довольно сильный урон ее психологическому здоровью. Дело в том, что она выросла в среде, где большинство людей очень религиозны, и когда они видят свою землячку, им хочется наговорить ей неприятных вещей. Причина тому откровенные фото в купальниках или без них. Например, в феврале Дина Саева опубликовала новый снимок в своем микроблоге, на котором появилась абсолютно голой. Более того, и подписи она подобрала к этому кадру неоднозначную. Сестра, где хиджаб? Написала Дина, чем вызвала волну негодования со стороны своих подписчиков. Очень надеемся, что твоя сестра не пойдет по твоим стопам и будет различать, что хорошо, а что плохо. Потом жалуешься на хейтеров и плачешь в сториз. Зачем трогать религию? Продала свою честь и религию за деньги и известность, комментировали пользователи сети. Однако, как выяснилось, это не самое страшное, что писали тиктокерши. В микроблоге Дина опубликовала комментарий, в котором ей желают смерти. После чего написала, «Если со мной что-то случится, то помните две вещи. Я уважаю все религии. Я вас очень люблю. Спасибо за поддержку». Конечно, угрозы убийством во многом повлияли на эмоциональное состояние девушки. Кажется, в какой-то момент на Дину обрушился вообще весь мир. Ведь травли из-за неподобающих фото и неудачного выпуска Comedy Club не хватило. Был еще и громкий конфликт с Егором Кридом, после которого Дина подверглась травле со стороны фанатов рэпера. Правда, надо признать, Дина сама напросилась на эту конфронтацию. Все началось с того, что Дина выложила видео, в котором заявила, что выбросила бы Крида в помойку. На такое резкое высказывание Егор ответил ей в сториз и назвал ее лживой и завистливой. После этого Дина устроила целое выступление в сториз. Призналась, что между ней и Кридом ничего не было. «Слава Богу, я думаю сейчас, что я с тобой даже не целовалась губы. А что уже говорить о максимуме?» Заодно звезда намекнула, что знает о рэпере всю правду. И Егор не стал молчать. Он опубликовал сториз, в котором обвинил Дину в хайпе. «Такое долгое выступление, такое наигранное. Очевидно, что не я начал конфликт, чему все это вранье и провокации. Но ты же продолжаешь оправдываться. Суетишься, выглядишь неуверенно, так как внутренне понимаешь и, главное, знаешь всю правду. Причина достаточно проста. Ревность, непринятие неразделенного и как следствие агрессия. Отпусти меня, нуждающегося в промо и рекламе уже как лет 10. Отпусти меня, не умеющего снимать переходы в ТикТоке. Отпусти меня не специально в день релиза своей песни, а просто по жизни. Я правда не нуждаюсь в топ-промоушене. А тебе сейчас нужно это по целому ряду причин. Живи успешно и счастливо, и не вспоминай обо мне. Я знаю, это сложно, но ты пробуй». В совокупности факторов мы видим, что у Дины были причины начать принимать антидепрессанты. Надеемся, что скоро она снова выйдет на связь. А на сегодня у нас все. Как думаете вы, надолго ли Дина ушла из интернета? Пишите свое мнение в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!